Уже добрый вечер, друзья мои. У нас тут рабочая обстоятельность. Сидим, пишем, печатаем, отвечаем. Но дело не в этом. Дело в том, что мне сказали, что будет дождь, ливень. А я настолько не хочу ливня, потому что у меня сегодня ещё есть работа и вообще много чего. И в лес собиралась идти. И я говорю, я сейчас буду читать и читать до посинения, чтобы дождь не пошёл. Начала читать. Небо прояснилось. Но при чем оно прояснилось? Начался жуткий ветер. А почему поднялся ветер? Ветер обычно поднимается для того, чтобы разогнать облака. Посмотрите на этих вот товарищей. Оставьте этого кота в покое. Сейчас он его укусит, смотри. Они целыми сутками так играются. Он там мяу, кидается. Чап, ты его задушишь. Чап. Он ещё тоже хорош, знаешь. Провоцирует специально. Потом мяу. Всё, угомонитесь. Отвлекли меня, сволочь. Ну пусть играются, ладно уж. Это их любимое состояние. Итак, вот поднялся ветер, чтобы разогнать облака, потому что я не хотела дождя. И надеюсь, что дождя не будет. Показываем наших товарищей. Любовные поцелуи. Так, если помните, я вам дарила ритуал к ветру ладос. Вы можете делать этот ритуал всё время, когда поднимается ветер или ветреная погода. Вообще, например, жители Калмыкии всегда живут при ветре. Там постоянные ветра. Когда я была в Калмыкии на раскопках, мне сказали, что ой, это у нас нормальное состояние. Каждый день ветер. У них поэтому сухая кожа и сухие волосы. А я уже не могла терпеть видеть этот ветер. Они говорят, да у нас это нормально, мы любим ветер. Мы дети ветра себя называем. Так что, например, в Калмыкии можно каждый день делать эти ритуалы и каждый день ветер. Испокон веков, с древних времён отдавали ветру чары, злые чары. Ветер способен очистить ваши болезни. Если у вас постоянные боли, если у вас постоянные необъяснимые такие состояния, давка, например, знаете, в черепной коробке бывает такое, из-за перемен погоды и прочее, вы можете отдать ветру злые чары. И ветер во многом облегчит вашу участь. Сегодня я прочитала, одну бабу там написала, ой, если бы это было всё так легко и просто, а что ж все делают и получают результат. Представь себе, баба делают и получают результат. Это всё равно, как, знаете, когда у тебя зуб болит, ты пьёшь китарол и у тебя боль проходит. Сказать, ой, да если бы это было так просто. Конечно, так просто, потому что это лекарство как раз для этого предназначено, овца. То же самое в магии. Здравствуйте, Роман. Если ты делаешь ритуал, то ты получаешь результат. Если ты ни хера не делаешь, у тебя ничего не получается. Но ленивые, никчёмные существа всегда себя утешают таким образом, что, ой, да вот это навряд ли, это не так уж просто. Я вам включала голосовые людей, которые говорили. Я изначально даже особо не верила, но я сделала, и мне потом стало стыдно, насколько она сработала. Но как ещё должно быть, извините меня. Вы что хотите, как в той книге, да, 40 куриц, 40 петухов, 12 ночи на кладбище, всем отрезать головы, варить, призывать чёрные силы, не знаю что. Вы хотите вот такие бредовые ритуалы, чтобы почувствовать, что не всё так просто. А вы знаете, что в древние времена бабки, например, заговаривали чем? Одной свечой, там, или, например, могли зажечь колосок, могли зажечь сухую траву, заговорить человека, чёрный хлеб, рыбью голову, привязывали друг к другу, кидали в реку, заговаривали от пьянства. Всё просто, правда? Там не надо было ехать куда-то хер знает куда, найти какие-то сушёные головы, черепах и так далее. Но почему-то получалось, представляете? Потому что если у тебя есть возможность обратиться к силам, они тебя слушают, слышат и исполняют. Не хотите простое, ищите что-либо такое невозможное. Как говорится, для мудрого мудрость рядом, для дурака за семь гор. Так что идите, ищите где-нибудь в Африке что-нибудь непростое и сильное. Далее. Отдать чары, злые чары ветру. Это можно делать летом, зимой, любое время, когда ветреная погода. Причём ветер не обязательно, чтобы он был прям ураган. Просто ветреная погода. Вы можете начитать, отдавая чары ветру. И вам значительно станет легче. Читать нужно шесть раз. Да, конечно, работает. Они для этого и созданы, чтобы работали. Иначе смысл в них какой? Не для красоты же. Читаем. Просто остановимся в открытой местности. Если у вас балкон есть, значит, выходим на балкон. Или открываем окна, где дует ветер. И начинаем читать. Как по заказу начался для вас ветер. Начали. Отдаю чары злые ветру. Ветру южному, ветру северному, западному и восточному. Бери с меня злые чары, повелитель сфер. Могучий ветер, отнеси мои беды за тёмные горы под чёрный камень. О, ветер, повелитель небесных сфер, отдаю тебе все злые чары, что мне наслали, и освобождаю себя. Да будет так, сбывают меня эти бусики. Отдаю чары ветру. Ветру южному, ветру северному, западному и восточному. Бери с меня злые чары, повелитель сфер. Могучий ветер, отнеси мои беды за тёмные горы под чёрный камень. О, ветер, повелитель небесных сфер, отдаю тебе все злые чары, что мне наслали, и освобождаюсь. Да будет так, заклято. Послушайте, я не просила вас написать сейчас климат или прогноз погоды. У нас жара, у нас столько градусов. Я попросила кого-либо вообще, напишите, пожалуйста, у вас там жара или что. Я вам дарю просто ритуал проведения во время ветра. Вы сидите, пишите, ой, а у нас жара, а у нас... Да меня не интересует, у кого что. Когда будет ветер, тогда и прочитайте. Ну это же нормально, нет? Ой, ну это ужас какой-то. Люди перевоспитанию не подлежат. Продолжаем. Отдаю чары злые ветру. Ветру южному, ветру северному, западному и восточному. Бери с меня злые чары, повелитель сфер, могучий ветер. Отнеси мои беды за тёмные горы под чёрный камень. О, ветер, повелитель небесных сфер. Отдаю тебе все злые чары, что мне наслали. И освобождаюсь. Да будет так, заклято. Чё там, Чапик, он спрятался? Правильно сделал. В кусты зашёл и не выходит. Выходи, Леопольд, подлый трус. Вот, пошёл. Отвлекают. Ну, ничего. И последний раз. Пусёк. Пусёк. Отдаю чары злые ветру. Ветру южному, ветру северному, западному и восточному. Бери с меня злые чары, повелитель сфер, могучий ветер. Отнеси мои беды за тёмные горы под чёрный камень. О, ветер, повелитель небесных сфер. Отдаю тебе все злые чары, что мне наслали. И освобождаюсь. Да будет так, заклято. Не знаю, сколько раз я прочитала. Да, да никто Пусю не обидел. Пусю просто он видит, что они там играются, на него не обращать внимания. Вот он и специально, что вот я здесь там. Не забывайте, что я тоже существую. однако. Вот он, Пуся. Всё хорошо у него. Сёнок. Видите? А там в кустах спрятался этот кот. Бесовестный. А это наш народ. Нормально ты выглядишь. Всё, сейчас. Всё хорошо. Чё скажут? Ничего не скажут. Пошли они в жопу, кто скажет. И там пусть сидят. Всем удачи и всех благ, дорогие друзья. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!